Музыка За 20 минут до начала мероприятия Сергей Кузнецов волнуется, чтобы отвлечься, разглядывает экспонаты выставки учеников 10 школы. В прошлом году Сергей тоже сидел за партой, правда в Риотовской гимназии, в этом он уже студент МГУ, а через пару минут лауреат президентской премии. На торжественной церемонии более 300 ребят со всех городов и районов области, и каждый уникален. Кто-то отличился на Олимпиадах, других награждает за результаты в спорте или музыке. Все дети, которые являются лауреатами этой премии президентской, являются также лауреатами именной стипендии губернатора Московской области, которая учреждается специально для детей, проявивших свой талант. Таких детей у нас в области 2000 человек. Выпускник гимназии городского округа Риотов, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Сергей Кузнецов и еще четыре человека. Столько президентских стипендиатов в Риотове. Это один из лучших результатов Московской области. Для Сергея эта награда стала неожиданной, но очень значимой в жизни. Это бесценный опыт, соревнования с другими людьми. Кроме того, это все время дополнительная мотивация. Все время нужно знать больше, чтобы не оплошать на следующей олимпиаде. Уже решил, как потратишь? Пока еще нет. Хотя, наверное, вложусь в дальнейшее обучение. Воспитывать чемпионов в различных сферах в Риотове начинают с самого юного возраста. В городе уже 12 лет действует программа от детского сада до вуза. Юных вундеркиндов замечают и поддерживают. Кроме того, на реализацию различных научных проектов в сфере поддержки талантливой молодежи в последнее время было выделено порядка 500 миллионов рублей. Мне очень приятно, что 5 наших детей среди номинантов, среди награжденных, а в целом за 3 года таких 18 человек. Мне очень приятно отметить, что 35 человек стали победителями премии губернатора Московской области, а всего у нас за 3 года 109 таких детей выявлено. Это кропотливый, хороший труд. Вкладывать в молодежь всегда выгодно. Каждый из получивших премию сегодня – это будущий профессионал. Сергей, например, мечтает преподавать немецкий язык в вузе. Двери, полы, кафедра, подводка воды. Перечислять новшества Ирина Ивдакимова может бесконечно. И это только о кабинете химии. Сюда уже заказали новое оборудование. Из старого опытные образцы и стены. Кое-где перегородки снесли, где-то построили новые. Перепланировка и ремонт откроют новые образовательные возможности, объясняет директор школы. Здесь, например, мальчики будут заниматься моделированием. В кабинете по соседству кулинарии и шитье для девочек. Уже стоят стойки, к которым будут подведены швейные машинки. Все, то есть так, как требуется. Кстати, мебель во все кабинеты уже заказали. Новые стеллажи будут и в библиотеке. Она теперь расположится сразу в двух помещениях. В этом будет читальный зал. Читального зала у нас раньше не было. Нам просто площадь не позволяла. А теперь мы... Площадь не изменилась? Нет. Изменилось расположение площади. То есть там, где у нас сейчас библиотека находится, там нет рядом помещения, чтобы можно было сделать читальный зал. Поэтому читальный зал там же, где хранилище. Это очень неудобно. А когда отдельно есть читальный зал, где дети могут позаниматься, посмотреть выставку, посмотреть какие-то пособия, которые нужны, где есть выход в интернет. В школе абсолютно новым будет все. От сантехники до электрики. Разводка, к слову, внешняя. Это и безопасно, и стены в случае поломки рушить не придется. А еще в каждом классе на смену морально устаревшим покрашенным стенам пришли обои под покраску. В принципе, это обои под покраску. После каждого года их можно обновить, подкрасить, подмазать. Это себя оправдывает. Для стен вестибюлей выбрали другое решение. Они будут фактурными. А вот свет выбирали коррегиально. В фойе только пастельные тона. В кабинетах изумруд и светло-персиковый. В свободе ремонта творчества педагоги не ограничены. О финансах даже не думают. Это та область, которой мы не касаемся. Мы как бы пользуемся результатом. Но они на вас не экономят? Я думаю, что нет. Нет, ну вы видите, но это невозможно так сэкономить. На детях действительно не экономят. Это используют только сертифицированные материалы. На полу не горючий линолеум, краска водоэмульсионная. Для детей с ограничениями здоровья тоже будут условия. Сам узлы специальные, широкие двери, никаких порогов. От идеи построить лифт все же решили отказаться. На первый этаж подняться на колески можем будет по пандусу. Строить его начнут позже. Если надо, да, то мы готовы принять. Но вот пока таких не было. Ровно через месяц в этих классах уже пройдут первые уроки. Ремонт начинается в другом, еще не отремонтированном крыле. По словам строителей, продлится два месяца. А летом возьмутся за благоустройство двора. Приведут порядок внутренний и стадион. День знаний для учеников пятой школы станет днем открытия, говорит директор. И очень надеется, что школьников будет больше. Уже на следующей неделе в Риотове начнут работы по реконструкции стадиона «Старт». Главная спортплощадка города должна сильно измениться. Сейчас приступают к первой фазе строительства комплекса с бассейном. Переговоры с строителем проведены. Задачи им поставлены с сегодняшнего дня. Сегодня-завтра начнем устанавливать забор, выгораживать строительную площадку. И где-то на следующей неделе начнутся уже строительные работы. Работы по выполнению нулевого цикла. Это котлован, заливать фундамент. Ну и дальше вверх пойдем. Окончательно работы первого этапа завершатся только в следующем году. Выделено на это порядка 300 миллионов рублей. Ко второму этапу приступят после окончания строительства спорткомплекса. Он включает в себя реконструкцию нижнего поля стадиона. На это деньги еще не найдены, но глава города будет изыскивать средства для финансирования второго этапа. Напомню, в нашем городе строят еще один фок. На южной стороне, а там уже вырли котлован. Закончить его должны также до конца следующего года. Добрый день. Сегодня мы здесь собрались, чтобы узнать, что такое перспектива. Здесь никто и ничего не записывает. Главное уметь внимательно слушать. Советы профессионального художника лучше любых заметок. Ведь он, если нужно, не только подскажет, но и покажет. Перспективную, только в горизонт нарисую побольше. У Элли уже многое получается. Она в клубе сооткрытия. За полгода узнала многое о живописи. Теперь палитра, холодный и теплый цвет, орнамент, композиция. Для нее не просто слова. Я научилась рисовать тени. Я узнала, что такое перспективы. Что это, как бы они называются. Я научилась рисовать пролепипеды. Мы рисовали цветы. В будущем хочу стать либо художником, либо дизайнером. Таня в клубе недавно с профессией тоже определилась. Будет модельером. Потому навыки художника ей просто необходимы. Кроме того, в красном карандаше ей в первую очередь нравится атмосфера. Мы сначала рисуем, потом мы делаем перерыв на чай. Потом опять рисуем. В клубе красный карандаш не просто учат рисовать. Здесь прежде всего воспитывают у ребят отношение к живописи. Учат ее понимать. И есть яркие примеры, когда дети, занимаясь граффити или другими формами рисования, сегодня учатся в художественных вузах и участвуют в художественной жизни как города, так и России. Сейчас в клубе занимается более 20 человек. Ребята уже участвовали в городской выставке. В планах представить свои работы на областных художественных конкурсах. Сегодня днем столбики термометров покажут около 8 тепла. Без дождей, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Вечером температура будет в районе 4 тепла. Это данные сайта Яндекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова